Привет, мои сладкие, привет, мокрые тверятки. Сегодня с вами снова я, Эти Гренадий. Наконец-ка я сегодня покажу вам свои косметические покупки, которые сделала в конце ноября, в начале декабря. Начну я со средств для губ. И первая будет помада Luxe от Ariflame, кажется, или Avon. Честно, я уже не помню даже. По-моему, это Ariflame. Нет, это Avon. Да, у неё такой интересный оттенок. Он сливовый, такой нюдовый, очень приятный. Очень вкусно пахнет каким-то таким парфюмом даже. Мне нравится эта помада, она не подошла моей маме, но мне очень подошла. И с невыдомым макияжем она смотрится очень деликатно так и прилично вполне себе. Далее идут знаменитые две жидкие матовые помады от Vivienne Sabo, Magnifique. И одна из них у меня на губах. Это вот такая вот. Да. И мне очень нравится. Они очень приятно сидят на губах. И будто бы они даже и не матовые, а такие слегка кремовые. Абсолютно не ощущается. Очень вкусно пахнут. Просто каким-то клубничным коктейлем или мороженым. Безумно приятные на губах, как я уже сказала, приятные в нанесении. Ничего не пачкают. Даже когда вот так вот делаешь, они вроде как не оставляют слезов. Вот. И мне кажется, на каждый день и к любому макияжу они подойдут. И губы сможутся с ними очень симпатично даже. У меня в оттенке 210 и 212. Такой вот нюдовый. Я хотела два темных, но у нас не было их в городе. И поэтому взяла вот такие вот два светлых. В принципе, тоже ничего и к любому макияжу подойдут. Далее для губ идет вот такой вот блеск от Maybelline Vivienne Matte Liquid. Просто потрясающе. Я как... Не знаю, кто давно искала этот цвет. Потому что у меня когда-то был такой от Reblon. Я его до конца использовала. Очень много лет я его использовала. И это у нас называется Electric Pink номер 15. Цвет... Как я уже говорю, бомба просто. Очень люблю такой розовый блеск. Особенно с такими сиреневыми стрелками, как я люблю делать. Он всегда так выигрышно смотрится. С ума с какой-нибудь белой одеждой. И вообще настроение не поднимает. Поэтому я считаю, что это хорошая замена Reblon. Просто тот был именно блеск. А это матовые губы. И тоже смотрится очень красиво. Далее идет тональная основа, в которую я разочаровалась в первый же день. Вы уже это, я думаю, узнали по моему видео, где я делала макияж с ней. Потому что она смотрится, как маска на лице. И я не знаю, что делать. Я покупала ее специально для видеосъемки. Но надеюсь, что не так уж она заметна на камере. Но она очень белая. Прям вот белая-белая-белая. Хотя она не должна была быть такой прям вот совсем белой. Раньше, когда была старая версия этой тоналки, я ее постоянно использовала. Просто обожала. Обожала. И на лице она смотрелась нормально. Но новая версия. Она густая какая-то. Не такая жидкая. Больше похожа на бибикрем. А я не люблю бибикрема. Они как-то на мне смотрятся, как маска. И поэтому, не знаю. Конечно. Туфтовая покупка получилась. Ну ладно. Для видеосъемки сойдет. Далее. Вот такие вот тени от Maybelline. Colour Tattoo. Я их называю розовое золото. По-моему, так они не называются. Да. Pink Gold. Да, розовое золото. 65 оттенок. Очень давно искала такой цвет. У меня есть подобный от MAC. Как Painterly. Опять я забыла, как называются эти тени у них. Ну, в общем, кремовые вот такие вот тени, как база. И я обожаю цвет розового золота. Это просто вот что-то прекрасное, наверное, что можно придумать для век. Вот. И его можно просто как моно использовать. Можно использовать в миссии с какими-нибудь бежево-золотистыми оттенками. И очень нравится, как он смотрится с голубыми глазами. После видео Маши Новосад я просто везде искала этот оттенок. У нас его не было. И вот, когда была распродажа для туалет, то я нашла единственный вот этот оттеночек, который теперь у меня есть и которым я пользуюсь. Обязательно сделаю как-нибудь с ним макияж. Вы видите, посмотрите, как он в деле себя ведёт. Теперь я расскажу о трёх подводках, которые я купила. В принципе, ничего нового. Единственное новое, которое вообще для меня, это гелевая подводка от Vivienne Sabo. Такая вот 0.1. Чёрная, обычная. У неё кисточка идёт прямо вот здесь, в наконечнике. И сама подводка идёт вот здесь, в донышке. Её здесь не особо много, поэтому можно не бояться, что она засохнет, быстро используется. Подводка хорошая, не густая сильно и не жидкая. И, в принципе, она не отпечатывается на верхнем веке. Я её использовала всего пару раз. Не успела её сильно распробовать, но мне нравится. Затем я купила новую подводку, наконец-таки, Masterpiece. Или Master Pressure? Master Pressure, да. Вот Мэйбилен. Моя уже заканчивается. И свою любимую жидкую подводку от Vivienne Sabo. Карбон. Очень классная. Много-много лет я её юзаю. И совершенно не надоедает. Далее идёт вот таких вот два лака от Vivienne Sabo. Заявленные как гелевые. Я ещё не пользовалась ими. Они из серии Atelier. Вот такой вот красивый оттенок. Коричнево-красно-розовый какой-то даже, да. Не знаю, как его назвать. Затем идёт просто вот такой вот блестящий лак с блёстками. У меня мама их очень любит, поэтому это больше для неё, чем для меня. Я такие лаки использую в оформлении блокнотов, как бы странно это не звучало. Также идёт два лака от Divash. Тоже гелевые, которые используются без ультрафиолетовой лампы. Один вот такой вот серо-селенево-голубой с шиммером. Такой вот красный. Очень-очень нравится он мне. Сейчас у меня на ногтях. Маникюр с ним сделан. Номер 80. Очень красивый алый цвет. И он действительно как гелевый смотрится. Очень дорого. И последнее это два потрясающих лака от Faberlic, который я очень давно ждала. Вот такой вот оттенок синего. Очень-очень красивый. Я всего никак не дождусь сделать с ним маникюр. И номер 62-77. И такой вот тёмно-зелёный. Красивый. Очень красивый. У меня был похожий оттенок от Dior, но он давно закончился. И я нигде не могла найти аналог. Он называется 55-25 у него номер. Да. Так что тоже вот такой вот красивый. Слегка припыленный зелёный. И синий, который безумно красивый. Так что такие вот покупки. Надеюсь, вам что-то понравилось. Надеюсь, вы что-то себе посмотрели. И всех наступающего Нового года. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова